добрый вечер с вами Ольга из Варны мы находимся в морском парке это морское казино и как мы и говорили мы пришли на дегустацию вин болгарских значит здесь такой порядок что сначала закупают чаши бокалы вот такие вот на которых написано покажи название мероприятия добрый вечер 5 лево все удовольствие надо пойти вот сюда вот идите прямо сюда добрый вечер что вы пока будете стоять же всю вину выпьет вот это мы Якова встретили я думал одно вино тут а там ракея есть и ракея есть да значит вот здесь нужно купить чашу бокал со знаком мероприятия этого да и как мы купили 5 лево стоит то есть это получается 2,5 евро и потом естественно это можно взять на память но пока светло добрый вечер Светлана Нитриева приветствуем мы вас мы находимся на дегустации болгарских винт так быстро Артура пригласи так народ прибывает так значит чуть-чуть надо по английски писать так Ина тоже добрый вечер значит мы пытаемся просто пригласить в эфир человека который специалист по грузинским винам да но это очень долго так значит мы вам показываем пришли мы на это мероприятие мне только хочется понять как меня слышно так дорогие мои значит потому что здесь очень шумно мероприятие конечно очень интересное здесь как обещали будет представлено более 100 различных наименований болгарских винт ага Артем вот вышел Артур извините вышел так замечательно значит вот я уже говорила о том в начале что здесь так это организовано интересно значит нужно сначала купить бокальчик такой с памятным знаком на память только напишите пожалуйста как меня слышно Лена привет Артур значит так я уже потеряла сына с бокалами чтобы попробовать вино очень шумно сейчас я попробую подойти хотя бы вам показать как происходит этот процесс то есть здесь подходишь и любое вино можно попросить и тебе предложат бокальчик вот 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 покажу вот ну тут не очень хорошо видно вот это вот знак символ вот мероприятия вот интересно где-то народу много так ты от меня не отходи да тут значит у нас вот сорта и и красные и розовые и белые красные и белые там да есть и белые и красные вот тут все культурно вот с такими этими вот не знаю как правильно назвать конечник мы тут вас рекламируем так а что здесь интересного давайте посмотрим что такое в чаши вино а зачем в такой за что в такой чаше вот а а а это когда лишнее когда не нужна да ну выливают да выливают а как интересно смотрите когда не нравится то сюда выливают вино и там и там что-то у него там это налитом много Но мне понравилось очень вино, которое я... Ну, как они... Так, может быть, вы просто хотите, чтобы следующее налили? Если мы все попробуем, мы не можем. Не можно его деть, это точно. Вот, спасибо. Наконец, надо на ноги держать стрелку. Вот как интересно. И, в общем, здесь у нас много-много... Хочется добраться до Ракии. Но вот видите, что получается, что молодое поколение болгар... Русские понимают плохо, и что-то вообще даже... Вот с теми, которые возрастные, можно легко поговорить. Так, это у нас вино плавает по льду. Интересно. Спасибо. Вкусно? Да. Нравится вам? А это подставка, где мы покупаем для меня? Подставку? Да. Вот такую? В интернете... Нет! В Китае! У нас сейчас все в Китае. Так, значит, еще... Вот там море. Там море у нас. Вот. Это замечательное морское казино. Но как казино оно не функционирует. Я все время про это рассказываю. И говорю, что это скорее такой вот культурный центр, где проводится очень много интересных мероприятий. И сейчас... О! Вот нам еще и хлебушек предлагают закусить. Ну вот тоже, вот видите, вот дырочка для того, чтобы вино выливать. У нас еще и хлебушек предлагают. Так, белое. Сейчас, Артур, попробуй белое. А здесь белое я не вижу. Белое, что в России. У меня есть один из университетов, его, которые брендуют зверя. Вы, Зрай и Небеса. И мы один из 100% могут, поэтому мы желаем его. А эти? И едим в английский брендер, что мы его перезайдем в вене. Вообще я ничего не понимаю, картинка красивая. А има или бяло вино? Бяло вино има, да. Нужно попробовать. Самый бяло вино, ваша чашла. Так, значит, бутылочка вот такая белого вина, вина стоит 10 евро. Это понимаю? Здесь грюнная петлина. Австрийский сорт. Австрийский сорт, но растет в Болгарии. Твоя в Болгарии, сегодня в Болгарии. Где конкретно? Белоградчик. Белоградчик. Знаю. Скалы. Да. Сделано в фирме в Болгарии. В фирме в Болгарии. Вы сами производите это вино? Нет. Мне представлено твой проект. Первый проект. А, вы представляете какой-то проект? Да. Проект какой-то эксклюзивен. И как он свой край. У него мы привилегия туда поставим твой вино. И мы тренируем его в гости. Ну понятно. То есть вы уже выступаете как посредник? Да. Мы представители на Венгарии. Представители. Ага. Спасибо большое. Так, пробуем белое вино. Толисию приветствуем. Мы с винной дегустацией. А вот слева столик с винами. Вот тебе Артур что-то написал. Столики с винами. А где лево? Я уже не очень. Так, белое мне что-то это не очень понравилось. Спросите про сорт. Я его налю. Коцители. Они таких не знают. Артур, значит, вот это вообще молодые люди, которые просто представители компании, так сказать, распространителя. Вот. Поэтому это не сами производители. Ага! Вот тут мы дошли до Ракии. А что такое Ракия? Кто знает? Грузинский сорт винограда выращенный в Болгарии. В смысле, завезенный что ли из Болгарии? Сейчас, Артур, будем выяснять. Честно говоря, я в винах вообще ничего не понимаю. Так. Значит, сейчас пока мы на Ракии остановились. Зарвара, тут на первых делах. Полных на 80 винах. Ну ладно. Ну ладно. Чего-то тут без нас уже рассказывают интересное. Я думаю, что если я попробую это вино, это Ракии вкус не вина, добрый вечер. Это я на Facebook в прямом эфире про ваши мероприятия рассказываю. Давайте. Вот показываю я вам. Да, это у нас менеджер главный морского казино, который такие интересные мероприятия здесь устраивает. Тут вот у меня подключились товарищи из Грузии, которые занимаются винами и спрашивают, какие сорта растут, какие... Там прямо находятся винарные наши собственные. Да. Это винарные яуты. Там шампанское такое замечательное, которое, ну, самое лучшее в Болгарии. Ну, попробуйте. А скажите, пожалуйста, вы не знаете тот торт Ркацетелли виноградный? Очень хорошо знаю этот торт. Знаю, откуда пришел. Откуда? От Грузии. Вот, вот он и спрашивает, если выращивают его сейчас в Болгарии. Не понял. Сейчас много? Да, да, есть. Не много, но есть. А вы не занимаетесь этим? В страховой цели? Да. Немножко. Есть у вас личный? У меня лично нет, у брата же. У брата, да? Да. То есть вот это винарное брата? Это винарное называется Яу-Рок. Это местность. Все деревни такое маленькое. Да. Спасибо большое. Вот видите, как раз, что значит интернет. Есть вопрос, есть ответ. Здравствуйте. Да. Спасибо. Вот так, Артур. Так что растет, Светлана. Растет, говорят. Вот у нас человек попался, который конкретно имеет брата, занимающегося этим виноградом. А где же мы его теперь будем искать? Ой, Артур, как бы до Грузии добраться? Появилось у меня уже такое желание. Так, что еще? Вот мне очень нравятся такие, например, колпачки. Представленный Лерк из бутыли, не знаю. Сейчас моим спрашивают. Говорят, что хорошее вино. Это фейсбук стрим. Какое вино хорошее? Какое? Да. Да, Грузия. С вами тут Грузия. Грузия. Да, которое вино тоже делает. Так, Грузия. Грузия. Грузия? Не знаете? Я его знаю. Оооо. Так, какое вино Хубова? Грузия. Птички. Нет, а не скажи, какое хубова? Давай это. Не скрывай. Так. Вот. Благодаря. А мне нравится розовое. Что же делать? А, Ркадзетели? Каберне Франц. А? Каберне Франц. Я поняла. То есть у вас только каберне сорт, да? Да. Каберне Франц. Кубова. Кубова. Вот так у нас тут весело, парни. А скажите, это семейный бизнес? У вас? Да. Семейный бизнес? Семейство занимается? Да. А? Фирма, да? Угу. Угу. Так, я сейчас покажу тогда вот еще что-нибудь. Каберне Французская. Каберне Французская. Так. Идем дальше. Ну тут прямо такие, все там такие. кубы. Каберне Французская. Коперне Французская. Смотрите какие бутылочки красивые. Опа, откуда взяли? Продают? Нет, продают за 5 лево. Тоже за 5 лево, да? О, так, сейчас угостимся. Спасибо. Сейчас, смотрите, какая тарелочка. Можно купить за огустку. И всего за 5 лево. Я так понимаю, что там было много. Нет. Куша заканчивается. С болгарскими деликатесами? Ты уже съел? О, мой господи. Не показал людям. Надеюсь, вообще уже теплая компания. Ну, вот так, ребята. Ну, зависает часто, потому что я смотрю, что здесь очень много людей выходит в интернет. Ну, кстати говоря, Артур, здесь Wi-Fi бесплатный. И все, естественно, этим пользуются. Вот я, например, веду прямой эфир. Да. И еще много людей. Ух ты, бутылка, да, большая. Артур, да, я вроде вообще уже как блогер. Но у меня же YouTube-канал. И я там рассказываю о своих путешествиях на Болгарии. Очень много интересного выкладываю. Вот, правда, вино только начинаю осваивать. Так что, спасибо. Ай, здрасте, Николай. Это мы вот все рекламируем в Арно. А, не знал, что слышу про правильную профессиональную подачу. Ой, спасибо большое. Я вроде как немножко доктор наук. Так что, вот. Видите, и вам показала интересное. Это у нас тут человек из Грузии, который винодел тоже. Занимается вином. Ему интересно. Я хожу. Он со мной разговаривает. Я с ним. Так. Ну, вот, уже вечереет. Вот, люди у нас все довольны. Смотрите, какое там красивое море. Красота. Теплота. Вот. Спасибо, Артур. Мне тоже было интересно с вами пообщаться. Вы мне прям помогли. Потому что, я ничего не понимаю. Главное, видите, как интересно узнали информацию. И самое главное, что вот этот человек, директор казино, да, с которым, в общем-то, у меня такие отношения достаточно теплые. Я часто прихожу. У меня на ютубе выложено несколько видео о различных выставках, мероприятиях, концерках, которые здесь проходят. Так что, можете смотреть. Вот. Это морское казино. Это один из символов варны. Ну, вот. Такие красивые, смотрите. Столики. Можно постоять. Вообще, он молодец, конечно. Он все так делает красиво. Все так интересно. Смотрите, даже какие бутылочки. Красота. Какие красивые. Женщины какие красивые. Ну, вот это тоже у нас дегустаторы. Вот такие дегустаторы. О, приезжайте. Вот это правильно, Артур. Приезжайте в гости. Я, кстати говоря, Артур, у меня на ютубе выложено видео, разговор с одним болгарским виноделом тоже. Молодым парнем. У них тоже семейный бизнес. Вот он рассказывал, как он там в Италии обучался. Какие у них тут программы есть обучение через Евросоюз интересные. Вот, как он сейчас тоже контролирует его этот итальянский винодел, у которого он учился, качество его вина. Ну, то есть, в общем так, интересно. Можете посмотреть, я ссылочку поставлю на ютуб-канал. Так, ну все, дорогие мои. Заканчиваем мы с вами прогулку по такому интересному мероприятию. Да мы тут вообще-то, Артур, живем и работаем. Так что у нас все вместе, и отдых, и жизнь, и работа. Так, ну все, всем пока, всем спасибо. Значит, если кто-то будет смотреть этот эфир после, будут возникать вопросы. Так, Светлана, мы вас приветствуем с дегустацией болгарских вин. Вот, значит, если будут какие-то вопросы, задавайте, я потом отвечу и в комментариях. Все, всем пока, всем спасибо. До следующих интересных мероприятий. Они у нас тут в Арнии в день по несколько штук. Мы не успеваем бегать. Так что заглядывайте к нам на прямой эфир.